Привет! У меня сегодня новое видео. Я знаю, многие люди меня просили сделать видео о том, с чего началось мое парфюмерное маньячество. В общем, рассказываю. Я надеюсь, это видео вам будет интересно. Если есть какие-то вопросы, конечно же, спрашивайте, постараюсь на все ответить. Во-первых, нужно сразу сказать, я не люблю это слово парфюмерное маньячество. Я не считаю себя маньяком, ни парфюмерным, ни каким-либо еще. Поэтому я не буду употреблять это слово. Мне просто нравится парфюмерия. Вот и все. Просто нравится. Мне нравятся ароматы. Я их люблю. Я не то, что я там знаю что-то такое. Просто люблю, люблю, тестирую. Запоминается оно как-то само собой. Но, наверное, когда вы тестируете либо читаете то, о чем вам интересно, естественным образом все это дело откладывается в голове без каких-либо усилий. В общем, с чего все началось. Само увлечение ароматами, ну, наверное, тогда, когда уже начала вполне осознанно ходить по магазинам сама. И мне было уже интересно просто смотреть как на косметику, так и на парфюмерию, тестировать ароматы. Вот, как бы, не то, как вот знаете, как некоторые люди есть. Вот, например, человек хочет стать, хочет стать полицейским. И он хочет стать им с самого детства. И он точно знает, что вот только-только вырастет, он им станет. Я не то, что там с самого детства мне нравились ароматы. И я хотела, чтобы у меня была большая коллекция ароматов. Это все как-то произошло довольно-таки спонтанно. Единственное, что хочу сказать, что мне всегда нравилось хорошо пахнуть. И даже вот в моем окружении раньше были люди, которые... Сейчас, кстати, не так у меня много в окружении тех людей, которые курят. Но это, конечно же, не потому, что я отсеиваю людей, которые курят. Просто очень многие люди сами по себе просто перестают курить. Так вот, раньше особенно у меня были подруги, которые в молодом очень возрасте начинали курить. И, ну, в общем, неприятно пахло от них. И это было очень... Не то, что неприятно с ними стоять рядом или там неприятно дружить. Я считаю, что вот человек, если он как-то каким-то образом пахнет, то это его личное дело. Но просто смотря на это, ощущая это, мне всегда было кристально ясно, что я хочу, чтобы люди меня воспринимали по-другому. Я хочу, чтобы от меня хорошо пахло. И, в общем, да, вот, наверное, с этого самого началось именно увлечение ароматами. Потому что для того, чтобы хорошо пахнуть, не обязательно использовать духи. Можно... нужно просто часто мыться. Я имею в виду именно, чтобы от меня пахло именно как-то ароматом. Ну, наверное, первые ароматы, которые я тестировала в магазине, это, конечно, было что-то среднее по цене. Сколько мне было лет? Наверное, 17, да. Я покупала какие-то недорогие ароматы. Либо, если они были из какой-то более дорогой категории, они всегда были по скидке. Я до сих пор уверена, и я уверена в этом просто чётко, и для меня это ясно как белый день, что для того, чтобы купить хороший парфюм, качественный парфюм, совершенно не обязательно тратить на это огромную кучу денег. Одно из видео, которое я сделала, и я не знаю, будет ли это видео раньше, чем это, либо позже, чем это, это ароматы, которые стоят до 30 евро. Если бы мне нужно было сделать видео ароматы до 15 евро, я бы тоже сделала их, потому что их тоже очень много. Совершенно не обязательно тратить хреновую кучу денег для того, чтобы иметь хороший аромат. Я надеюсь, что это понятно, и я знаю, что многие люди морщат нос при упоминании ароматов, которые стоят до 30 евро. Они не могут спуститься до такой цифры. Я считаю, что, я не просто считаю, я знаю, что, например, тот же самый Коти, который в умении и в качестве ароматов, которым сомневаться не приходится, у них довольно-таки недорогие ароматы. И это только один пример. Поэтому ароматы недорогие достать можно. Именно поэтому я начинала именно свое увлечение ароматами. Это либо были недорогие ароматы, либо это были ароматы... Спрей для тела, какие-то парфюмированные воды, именно, знаете, такой бочонок 100 мл или 200. Либо те ароматы, которые я могла найти в период скидок, а в Финляндии скидки, скидки, когда делаются скидки, очень много хороших ароматов можно взять за очень маленькие деньги. И тогда я уже начала какие-то более интересные ароматы покупать, более известных марок. И, кстати, о скидках. Вот что я всегда ценила в магазинах, я знаю, что не все страны так делают, но в Финляндии так делается. Когда, например, какой-то товар или какая-то парфюмерия, что-то нужно снять с продажи, потому что, например, производство закончилось и нужно избавиться от этого всего для того, чтобы сделать место для новых вещей, то финны абсолютно не жалеют и не зажимают. Именно поэтому очень часто можно видеть скидки не на 50%, а на 70% и даже на 80%. Я помню, что в каком-то бородатом году, я примерно представляю, какой это был год, но точно не помню на выбор у меня два года, поэтому говорить не буду. один из магазинов, больших магазинов, ну, типа как универсальный магазин, знаете, такой большой, где можно купить все от сковородки до еды, до одежды, до парфюма. Он закрывался на ремонт и распродавали, распродавали все, все распродавали, и было очень много ароматов, очень много ароматов, на 70%, на 80%, даже процентов. И, к сожалению, тогда, у меня тогда уже была довольно-таки внушительная коллекция, но, тем не менее, не то, что у меня не хватило ума на это, я просто не подумала о том, что почему бы мне не взять, например, не знаю, какую-то определенную сумму денег, это не должна быть какая-то огромная сумма денег, и не пойти, не взять вот по этим скидкам те ароматы, которые распродаются, и те ароматы, которые я точно знаю, что они, например, либо лимитка, вот именно конкретно вот в этой форме, либо этот аромат, который, ну, скорее всего, скоро будет сниматься. То есть, я это не сделала, несколько раз я, конечно же, жалела, ну, что уже, потому что я знаю, что, например, если бы я сообразила энное количество лет назад, и, например, взяла вот несколько флаконов Midnight Poison от Dior, который у меня еще есть один флакон, и он тоже открыт, я бы сейчас имела в своем загашнике, ну, два, может быть, совершенно целых, совершенно новых аромата, но, к сожалению, у меня их нет. У меня есть два, но которые уже открыты. Поэтому всегда нужно помнить о том, что если вы видите аромат по скидкам, или которые вы знаете, что будут сниматься, купите, купите, отложите. Потом или останется он вам, либо вы его продадите, ну, через очень большое количество лет, может быть, даже через 10 на ebay. Один из ароматов, который сыграл, ну, скажем, такую решительную, решающую роль, и решительную, и решающую, кстати, роль моей любви к парфюмерии, это вот этот вот аромат. Ну, не конкретно эта бутылка, но аромат этот. Kevin Klein One. Дело в том, что когда я училась в университете в первом, нам разрешили выбирать тему для нашего, для нашей дипломной работы. У меня было две темы на выбор, и я решила все-таки остановиться на теме парфюмерии, но именно на ее, на той составляющей, которая нам рассказывает о том, как идет распространение ароматов, какие каналы, сколько, как бы это сказать, я просто понимаю, что эта тема немногим интересна. Ну, в общем, у вас есть аромат, да, и вам нужно узнать, как человек, которому вы этот аромат покажете, чем он будет руководствоваться при покупке этого аромата. Попутно мне, естественно, для того, чтобы дипломная работа была большая и ценная, мне еще нужно было сделать исследование, какими руководствуются главными идеями, мыслями, и чем руководствуются люди, когда они покупают ароматы. И я делала упор именно на унисекс ароматы. И попутно для того, чтобы вступительная часть моего диплома была интересной, мне пришлось перелопатить охрененное количество литературы для того, чтобы написать именно часть о том, как появилась парфюмерия, в каких странах она более развита, в каких странах она менее развита, почему в каких-то любят больше, почему в каких-то любят меньше, почему в каких-то, например, Финляндии, да, в той же люди, у людей нет такого, ну, я не скажу культа, но интерес к парфюмерии, он абсолютно не такой, как, например, интерес к парфюмерии в более теплых странах. Вот это все мне нужно было исследовать, и мне все это нужно было написать, мне потом нужно было, естественно, написать о том, как производится парфюм, насколько это дорого, какие фирмы его делают, ну, чтобы было понятно тому, кто читал этот мой диплом, сейчас мой диплом находится в библиотеке университета, и я, ну, сейчас уже давно нет, но раньше я так просматривала, сколько раз его брали, сколько раз его читали, и, ну, чтобы просто людям было понятно, что, если, например, я захочу сделать свой парфюм, то это будет охрененно дорого, и, и есть очень-очень мало мест, куда я могу обратиться, чтобы мне этот парфюм сделали, то есть, это не так, что я могу сделать свою собственную фабрику, конечно, тоже, да, но это будет стоить огромных денег, и это будет очень-очень сложно, ну, то есть, короче, все это для того, чтобы я более глубже окунулась в мир парфюмерии, и именно в ту его часть, которая была для меня наиболее интересная, то есть, маркетинг, дистрибьюция, и, в общем, именно денежная составляющая предмета, в общем, именно об этом парфюме я писала свой диплом, естественно, других еще тоже, потом еще у меня была вкладка, в которой у меня были примеры удачных и неудачных, удачных и неудачных маркетинговых ходов, в общем, интересная штука была, и вот именно работа над этим дипломом, она мне очень-очень так, не скажу, открыла глаза, но абсолютно точно расширила мой кругозор, потом я еще купила книгу, книгу, которую создал ВОГ, я не помню, как она называлась, помню точно, что эта книга не новая, ей уже, наверное, лет 8-10, она на английском, я не знаю, если она на русском, у меня ее просто нет под рукой, иначе я бы ее вам показала, и эта книга, она была, часть она была о косметике, и часть она была о парфюмерии, очень интересная, очень информативная вещь, ну, собственно, вот, мой диплом мне помог еще больше увлечься ароматами, ну, и, естественно, мой нос тоже, потому что чем больше ходишь, чем больше тестируешь какие-то ароматы, тем больше тебе нравится, либо не нравится, например, есть люди, и я таких людей знаю, которые очень устают от тестирования ароматов, например, у меня есть очень много подруг, которые, которые мне говорят, вот мне нужен аромат, я люблю то-то, 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 я говорю, хорошо, пойдем в магазин, и через три аромата у них уже нос отказывается что-то слышать, слушать и понимать, поэтому часто все это дело заканчивается тем, что я просто тыкаю пальцем в парфюм, который им пойдет, они его покупают, и он им ведет, вот. Дальше, что еще хочу рассказать о парфюмерном маньячестве, хочу рассказать вам о лимитках, лимитке, которые у меня есть, или какие-то очень интересные издания, которые мне бы хотелось, чтобы их еще раз сделали, мне бы очень хотелось, чтобы еще раз сделали аромат, который вот он, Кошарель, Глориат Кошарель, очень его люблю, он шикарный, и я, кстати, помню, что этот аромат я купила абсолютно случайно, он был по какой-то жутчайшей скидке, и я купила, он был без тестера, потому что тестер закончился, его даже убрали, то есть даже пустого тестера не было, чтобы прильнуть носом и понять, что это за зверь, в общем, я купила этот аромат, и я абсолютно не пожалела, более того, он мне очень-очень нравится, я его вижу на ebay, он есть, я даже вижу на ebay молочко для тела и гель для душа, я не знаю, кто, конечно, будет использовать это, настолько древнее, но, в общем, есть, продается, еще, мне очень нравится вот этот аромат Young Sexy Lovely от Yves Aloran, я думаю, что очень многие люди помнят этот аромат, может быть, он у многих есть, это третий аромат Young Sexy Lovely, у меня еще были они, но они у меня закончились, у меня вот такой вот аромат вида с сердечками, у меня еще был такой, который с браслетиком, который здесь и какой-то еще один, по-моему, просто прозрачная бутылка с чем-то одним, с какой-то аппликацией, не помню, очень классный аромат, он очень-очень радостный, легкий, супер штука, я не знаю, зачем его сняли, вот зачем его сняли, зачем сняли Шарель, зачем сняли вот эту штуку, зачем сняли один из моих любимых ароматов, вот этот вот линстан от Герлен, это ведь просто шедевр, это шедевральный аромат, я не знаю, в общем, что у меня еще здесь есть, а, вот, шикарный был аромат, я не знаю, почему, зачем его сняли, чем думали, посмотрите, вот, это Даймонд от Армани, у Армани, ой, у Армани было очень-очень много таких ароматов, но мне нравится именно вот этот вот их классический, он супер-супер-супер классный, и, кстати, еще один аромат, которых у меня было два, вот таких вот в 100 мл, у меня их было две штуки, остался один, вот, Бриз, от Эстер-Лаудер, он еще был и белый, он еще был розовый, он еще был голубой, наверное, все, может быть, не все, может быть, еще, шикарная была серия, шикарная, но вот, я не понимаю, зачем снимать, ну, точнее, я понимаю, зачем снимать, то есть, с точки зрения, с точки зрения бизнеса, с точки зрения денежного вопроса, все понятно, но, конечно же, нас очень мало интересует именно эта составляющая, нам просто нравится то, что, вот, был наш любимый аромат, и потом эти попы взяли его и сняли, но, конечно же, вопрос рентабельности, вопрос раскупаемости нас не очень интересует, потому что, нам интересно, что наш любимый аромат сняли, а заменить его нечем, помните, кстати, ароматы, которые были сделаны как яйца, лорды торрент, у меня было такое вот яйцо золотое и красное, шикарные были ароматы, они были супер крутые, но, опять же, их тоже сняли, еще, я хочу сказать насчет ароматов, которые были раньше, и они есть сейчас, но вы их тестируете, и они немного другие, может быть, даже много другие, это все от того, что, ну, с каждым годом все больше компонентов, которые, которые были в составе ароматов, и которые были натуральными, их еще, их, их более, их, еще раз, еще раз, еще раз, все больше ароматов, которые, например, в составе своем имеют какой-то натуральный компонент, все чаще этот компонент дешевле, лучше и быстрее синтезировать в лаборатории, именно поэтому компоненты, естественно, меняются, они просто меняются на синтетические, и, в общем-то, естественно, запах не будет такой же, будет очень приближенный, но если вы очень любите аромат, вы знаете, помните каждую ноту, то, конечно же, вам будет явно видно, что аромат немного изменился, а некоторые даже много, особенно вот после, по-моему, какой-то, это был второй или третий год, когда запретили эту цвету, тогда очень многие ароматы, конечно, поменялись, еще один аромат, кстати, мне нужно вам его показать, вот этот вот аромат, он мне, не то, что он открыл глаза в парфюмерии, но я помню, что он мне настолько понравился, что вот, когда у меня он закончился, не конкретно этот, другой флакон, когда он у меня закончился, я решила задаться целью и решила найти нечто похожее, нечто похожее я не нашла, я нашла этот флакон и нашла еще один, другой, оба у меня флакона открыты, оба у меня располовинены, это к вопросу о том, что иногда нужно остановиться, не открывать два флакона в одно и то же время, так вот, благодаря вот этому флакону, благодаря этому аромату, я стала тестировать намного больше ароматов, чем раньше, тем самым просто увлеклась этим делом, но так и не нашла достойную альтернативу вот этому Dolce & Gabbana Feminine, еще хочу что-то сказать вам насчет ниши и насчет люксовой парфюмерии, я знаю, что очень многие люди воротят нос уже даже от люксовой парфюмерии, хотя насчет люкса масса я, конечно же, прекрасно понимаю, что такое люкс, люксовая парфюмерия и люксовая косметика, но если мы посмотрим объективно, да, где мы находим, например, тот же Dior, тени Dior и парфюмы Dior, мы их находим там, где через одну-две стойки у нас продается Rimbled и продается не знаю, агент провокатор, да, то есть это магазин массового потребления, именно поэтому да, это люксовый сегмент, но все-таки это массовое потребление, это массовая косметика и массовая парфюмерия, если вам хочется именно истинно люксовых вещей, то тогда за этим нужно топать в бутик, в бутике есть именно линия, которая только продается там, у Chanel ее только там можно купить, может быть еще в каких-то двух-трех исключительно каких-то очень нишевых определенных местах, так вот, есть люди, которые воротят нос от люксовой парфюмерии и говорят, что она плоская, она неинтересная, что нишевая очень даже интересная. У меня есть достаточное количество нишевых ароматов, есть очень много люксовых, люксовых у меня гораздо больше, под люксовыми я просто имею в виду ароматы, те, которые можно купить в магазине, а у меня есть и те, которые недорогие, например, там, Revlon или что-то еще, то есть есть ниша и есть не ниша. Так вот, в ниша, как мне кажется, некоторые ароматы в нише, они очень классные, очень достойные, но в большинстве своем ниша, к сожалению, мне кажется, она не то, что она какая-то замудренная, но люди делают ее немножечко замудренной, то есть я руководствуюсь тем, что парфюм это просто парфюм и я руководствуюсь тем, что аромат, он должен быть ароматный, он должен быть приятный. Конечно, если вам хочется и нравится благоухать как порох, как пушечное мясо, никто не может вас от этого отгородить, делайте так, как вам нравится, если кому-то нравится аромат железа, аромат крови, то же самое, ароматов очень много, жженых покрышек, пожалуйста, просто мне кажется, что вот это действительно нишевые ароматы, и, конечно же, они тоже сделаны для того, чтобы их носить, но в большинстве своем такие ароматы наверное люди покупают больше для того, чтобы просто он был в коллекции, иногда его вытаскивать этот флакончик, иногда на него смотреть, его нюхать и как-то по этому поводу размышлять, но в большинстве своем, как мне кажется, ниша, она очень умудреная, и иногда не хочется сидеть часами и думать, блин, а чем это от меня так пахнет, какими это ростками пророщенными пшеницы какого-то странного сорта, вот иногда хочется просто, чтобы пахло приятно, иногда не хочется раскладывать, что это за аромат, какие там ноты, приятно или неприятно, поэтому в большинстве своем я всегда тестирую нишевые ароматы с большим удовольствием, так же, как и нишевые тоже, но в нише больше ароматов, которые вот вы нюхаете и думаете, блин, что это, вот хочется ли мне так пахнуть, либо ну его пойти купить вот аромат, не знаю, например, вот Armani, Giorgio Armani, Aqua Di Gio, и будет приятно пахнуть, то есть вот в вопросе ниши у меня так, знаете, из нишевой, кстати, парфюмерии, если разложить мою коллекцию, у меня нет каких-то например ароматов от от Nazo Matta, от Bufford, то есть у меня нет таких ароматов, которые там действительно порохом, либо действительно там гашиш, или действительно еще какая-нибудь херня, у меня более простенькие цветочки, фига, что-нибудь такое, то есть все, что не заставляет мозг кипеть, когда вы наносите аромат, я считаю, что тот, кто увлекается нишей, молодец, кто увлекается не нишей, и только не нишей, тоже молодец, я считаю, что не нужно по этому поводу конфликтовать и говорить, что мой аромат пахнет лучше, чем твой, мне кажется, что все ароматы достойны того, чтобы их покупать, и самое главное, чтобы вы искали тот аромат, который нравится вам, и уж точно не делать ошибок, которые делают многие люди, ниша в какой-то степени это мода, стала модным, и очень многие люди хотят быть модными, и усиленно, и насильственно по отношению к себе начинают использовать, покупать и носить вот эту самую нишу, тем самым против себя, им она может быть не нравится, им нравится Estee Lauder Pleasures, и они бы им пользовались все время, или им вообще нравится вот Flash, вот, смотрите, от Джимми Чу, нравится им Flash от Джимми Чу, но подружка сказала, что Flash и Джимми Чу это хреномантия полная, поэтому давай-ка ты покупай что-нибудь такое, понишевей, и дама пошла, купила какую-то себе нишу, и думает, и что, и нахрена я купила, мне Flash нравится гораздо больше, ну то есть, о чем, о чем речь, нужно закругляться, речь о том, что парфюмерия должна приносить радость, удовольствие, и приятный аромат, если вы носите аромат в ущерб себе, в ущерб своим убеждениям, в ущерб своему носу, только потому, что это модно, я считаю, что вы делаете это неправильно, я считаю, что вам тогда нужно наплевать на все, купить Аквалину Pink Sugar, если она вам нравится, и носить только ее, не слушать никого, кто будет говорить, что Аквалина Pink Sugar это хрень, если вам нравится, носите ее, если вам нравится Назумато, носите его, то есть парфюмы это просто парфюмы, нужно поменьше думать, поменьше усложнять это все, парфюмы сделаны для того, чтобы приносить нам радость, и мы не должны долго над ними думать, решать, куда нам их надеть, в какое время, с кем, просто нужно наслаждаться и все, и поменьше над этим корпеть. На этом все, я надеюсь, что видео вам понравилось, что оно было, может быть, кому-то информативно, полезно, в общем, если есть какие-то вопросы, напишите, я с удовольствием постараюсь ответить. На этом все, отличного дня, пока! и конечно, чтобы я не мог вылечить, чтобы я не смог